Американцы боятся арбузов. В Штатах провели опрос, чтобы выяснить, какие пищевые продукты, овощи, фрукты и ягоды больше всего пугают потребителей. Арбуз назвали самым страшным 64% опрошенных. Причина – камуфляжный окрас корки, напоминающий о вооруженных конфликтах. Кроме того, в разрезанном виде он ассоциируется с красной пастью чудовища. На втором месте – кинза. Более 40% они ничего не знают, их очень пугает неизвестность. А замыкают тройку самых страшных продуктов – пельмени. Примерно треть американцев признала в этом продукте монстров из своих ночных кошмаров. Также в десятку попали канапе из черного хлеба с рубленными яйцами и ветчиной, вызывающие воспоминания о международном терроризме. Лимонное желе, заставляющее волноваться по поводу карьерного роста, и свекла, как воплощение сезонной депрессии. О продуктах, боятся которых есть более весомые причины, Владимир Щеглов. Не будет такого, чтобы не пустить эти продукты на рынок. Не будет такого. Это, это, ну это ветер, который, ветер не остановить. Солнце нельзя закрыть. Теме генетически модифицированных продуктов докладчик уделяет час. Люция Коломкарова неделю готовилась к выступлению. Собиралась рассказать о безопасности трансгенных продуктов питания, а снова жалуются на равнодушие чиновников. Такое впечатление, что генетически модифицированные продукты и источники, ну в продуктах питания, нашему министерству, это не проблема. Она вроде не так важная. Сегодня существует целый ряд продуктов питания, имеющих генетически модифицированные аналоги. Это рапс, кабачковые, томаты, папайя, дыня. Безопасность их для человеческого организма не доказана. Впрочем, не доказана и обратная. Проверить наличие генетических модификаций, мы взяли соевую муку, можно только в одном месте, в Казахской академии питания, на пятом этаже, в лаборатории контроля качества и безопасности продуктов питания. 136 ступенек до рабочего кабинета. Так начинается каждый день главного научного сотрудника. Лаборатория в лаборатории. Говорят про эту маленькую комнату. Двумя перегородками она разделена на 4 помещения. Места едва хватает для одного сотрудника. Впрочем, помощники здесь и не требуются. Полный цикл обнаружения изменений в цепочке ДНК, вот так вот сложно, длительный. Занимает 8 часов. Работа неспешная, но требует скрупулезности. На сегодняшний день поступил заказ проведения исследований. Это соевая мука. Слово «заказ» в этих стенах вкладывают особый смысл. Заказ лежал в основе создания лаборатории. Все эти пробирки Эппендорфа, шпатылёчки, реагенты были куплены на средства от частных, опять же, заказов. Собранных денег 20 тысяч долларов хватило только на оборудование для качественного анализа. Можно зафиксировать только факт присутствия генетически изменённых ДНК в продукте. Смотрите, как немного нужно для анализа материала. Примерно 30-40 миллиграмм. Соевая мука выбрана не случайно. Это самый любимый генетиками продукт. Сегодня изменённая соя с повышенным содержанием белка встречается в 4 из 5 случаях. И четвёртый образец. Ваш образец мы обводим кружочком. Всё время будем за ним следить. В каждый образец добавляют реагент, так называемый буфер. Сильная щёлочь растворяет, термостат усиливает эффект. В приборе образцы нагреваются до 65 градусов. Высокая температура необходима для того, чтобы полностью растворить стенки клеток растений. Так как в других условиях мы не можем получить изучаемое ДНК. Процесс длительный и занимает 40 минут. По сути, генетическая модификация – та же селекция. В обоих случаях учёные пытаются получить идеальную для выращивания и транспортировки культуру. Но селекция действует в рамках вида, а генетики работают с ДНК-кодом животных или бактерий. И результаты получают в тысячи раз быстрее. Помидоры с привитыми генами глубоководных акул хранятся при комнатной температуре более полугода и не портятся. В Израиле выращивают кубические помидоры. Их легче укладывать в ящики и транспортировать. Главное преимущество трансгенных товаров – они долго сохраняют внешний вид, вкусовые качества и хранятся месяцами. А кроме того, у них повышенная жизнестойкость, сопротивляемость болезням и вредителям. Налицо коммерческая выгода. Спустя три года после появления, 1994 год, продовольственные компании наводнили мировой рынок продуктами с генетически модифицированными компонентами. Мы можем сказать, что они не вредны, потому что у нас нет достоверных результатов о том, что они вредны. Сейчас все усилия направляются на увеличение полезных свойств. Это повышение витаминноспособности, микроэлементов. То есть уже вживание ДНК так, чтобы этот продукт вырабатывал определенные витамины. Мука, если фортифицируется, снижается, если 100% фортифицировать муку, тогда снижается смертность младенцев на 20%. Снижаются такие болезни, как, допустим, вот сердечно-сосудистые системы заболевания. Рак. Что это такое? Рак, особенно коварный вид рака, это рак желудка и пищеводоз. С другой стороны, все изменения на генетическом уровне могут сказаться через поколения. Испытания трансгенных культур еще не выдержаны временем. Первоизмененные были засеяны в 1988 году. Чтобы убедиться в безопасности, скажем, томатов, полученных путем пересадки генов, два поколения должны регулярно употреблять их в пищу. Побочный эффект, если он будет, скажется на внуках. Хотя без генетических модификаций тот же самый инсулин невозможно получать в достаточном количестве. Если генетически модифицированные лекарства вводятся в кровь, и нет сегодня практически, ну нет в литературе такого, что от генетически модифицированного инсулина, который уже более 40 лет, по-моему, применяется, какие-то проблемы, то через желудочно-кишечный тракт это менее опасный путь, чем через кровь. Вот она набирает скорость. 10 тысяч оборотов. Чтобы защитить картофель от колорадского жука, в ДНК растения вживили смертоносный токсин. Эксперимент обошелся в 150 миллионов долларов, длился 10 лет. Итог произошел все ожидания. Жук съедает листья, умирает, а нетронутый картофель отправляется на прилавки. Нагревание, осаждение, промывание, еще 2,5 часа горботливой работы. От тщательности всех операций зависит успех нашего анализа. Начнем? Да. Отсутствие количественной экспертизы, прибор Real-Time Amplificator стоит 70 тысяч долларов, тормозит исполнение действующего закона о безопасности пищевых продуктов. По нему любая трансгенная продукция должна маркироваться, чтобы покупатель, например, страдающий аллергией на морепродукты, знал, есть ли в этой морозоустойчивой морковке, скажем, трансгенные камбалы. В этом холодильнике не найдешь съестных продуктов. Не стоит набор для определения ДНК, а в морозильнике какие-то термоса. Это наши праймеры, которые хранятся под двойной защитой на случай того, что если выключат свет, чтобы они не разморозились. По наличию праймеров мы судим о наличии или отсутствии генетически измененных компонентов в том или ином продукте. Но сегодня определить процент пересаженных генов, он не должен превышать 0,9%, в Казахстане невозможно. А потому яблоки, мандарины, томаты и другие продукты импортируются из соседних стран бесконтрольно. Положение наше разработано. И правительство, сначала министерство, а потом правительство должно быть подписано. И сразу оно начнет работать. Оно в компьютере. Английский ученый постстай выяснил, что крысы, питавшиеся модифицированным картофелем, имели явное отклонение в развитии. ГМ-продукты опаснее атомной энергетики, считает большинство респондентов СНГ. Только трансгенные культуры помогут человечеству одолеть голод в Африке, говорят ученые. Еще немного и экспериментировать будут с человеческими генами. Исследователь утверждает, что это поможет вылечить СПИД, рак и даже победить старость. Мы исследовали наши образцы. И видно на этом рисунке, что все образцы действительно состоят из сои. Так как вот свечение мы наблюдаем. А вот на этой электрофориграмме мы свечения не наблюдаем. Это свидетельствует о том, что наши образцы получены обычным способом и не содержат трансгенные ДНК.